Всем привет! Я в поезде. И я ем солянку. Я собираюсь выезжать, что это я в очках, на историческую родину, по всяким делам, всякие бумажки польские делать. Я уже в поезде, и я наконец-то решила посмотреть фильм Мишеля Кондри, который начинала смотреть раза четыре точно. Фильм снят по сюжету в книге Бориса Виана «Пены дни», от которой я была просто в неописуемом восторге. Именно за мастерское жонглирование словом. К моему сожалению, попутчики захотели спать, и мне не нашлось места. Я вышла в коридор. Фильм же интересен прежде всего визуализацией всех этих литературных фраз из книги. и некоторой сказочности. Но это, конечно, грустная драма. Пойду схожу сейчас в кафе-ресторан. Или как вагон-ресторан схожу. Да. Чувствую запах, уже приближаюсь. Жду суп. Мне еще ехать очень-очень долго. Я хочу поедать. Они еще оберегают. Мой супчик. Всем привет. Я вот в поезде. И я ем солянку. Мы сейчас стоим в гязьме. В общем-то, мне проводник предоставил отдельное купе, и это для меня целое спасение, потому что мои соседи купе, они немножко какие-то неадекватные. Ну, как всегда бывает. Продолжаю смотреть фильм. И сейчас еще поем, подключаю. Вот у меня тут небольшое. Что поем? Поем творожок и егут. Вы меня застрелите? Или я могу войти в дом? Да, входите. Я застрелю вас в дом. Внимание, садимся! Никто бы не смог посадить самолет, как я. Экипаж. Автор сценария Джон Виттинс. Странно, что я его посмотрела. А еще более странно, что я его скачала. Очень простой фильм. Сейчас ночью все уже ложат в спать, и я обрабатываю видео. Потом пойду умываться и спать. Сейчас почищу зубы. Вообще, я очень не люблю ехать с ночёком в грызде, потому что приходится потом умываться. Поэтому, перед тем, как все используются, я всегда умываюсь и наношу крем. Никакого тонального, не путаю ничего. Я не использую никакой декратики для косметики, потому что смыть в поезде ее очень тяжело. А брать с помощью кучу из своих средств я не люблю. В общем, таскать все это с вами мне нравится. Наступило утро. Мы приехали на вокзал. И сейчас мы купим билет в кузницу в Польшу. Да. Смотрите, какие прикольные тут пузырьки. Надо обменять деньги. Парни жилет впереди. Да. Сейчас мы с тобой. Да. Перейдем за билетом. 51 сколько? Ну и совсем скоро я уезжаю из Гродно. Я собираюсь сейчас пойти переодеться, умыться, взять какую-то теплую одежду, украсть. Валенки. Валенки, да. И мы едем в тепленький дом пить чай и завтракать. Я еще не завтракала, совершенно не завтракала. Мы приехали, сейчас будем завтракать. Браво, наконец-то. Ну что вы делаете? У меня есть ровно час до того, чтобы уехать на поезде. Опять на поезде. О, нет. Поэтому я сейчас завтракаю. У меня остался еще творог. Сухофрукты, конечно же. Сухофрукты. И банан. Пока у меня стынет чай, я решила подкрасить ногти, потому что у меня лак в один слой, вот этот розовый, и он у меня уже начинает трещаться. Я хочу, чтобы маникюр продержался хотя бы еще один день, мне неохота заморачиваться и все это по-новой делать. Стою, жду поезд, чтобы перебраться через границу. Да, зашла в дюдь фрим. Надо будет тебя поблагодарить. Контрабанды, контрабанды, контрабанды. Я впервые пересекаю границу на электричке, и для меня это очень необычно. Что я могу сказать, я вам видела, наверное, не от хорошей жизни так делают. Это вроде как и грустно, но для меня это поразительный повод задуматься, задуматься один гад, наверное, да. Потому что, когда ты видишь такие попытки людей как-то выжить, это очень-очень грустно. Забыли полотенцы? Да. Мама, покажи нас. Так. Папа, чапанта. Так. Моя любимая, я уже нахожусь на территории Больши, и, в общем-то, тут какой-то костел. И мы идем с мамой по делам, точнее не по делам, какие у нас могут быть дела, мы просто идем. Все цветет и пахнется, вот, знаете, все как-то по-другому. Сразу чувствуется заграница. Классно, мы нашли улитку. Прикольно. Настоящая польская улитка. Я впервые вижу так много ландышей. Это просто потрясающе. Они так пахнут, как освежитель воздуха. Я купила маме цветочек, чтобы она была довольна, чтобы она смотрела на него и вспоминала обо мне. Делаю фотографию для инстаграма. Тут меня ждет следующая фотография. Порчу цветы, как могу. Вообще, я так замерзла, что мне сейчас надо немножко отогреться. Таким образом жизни в этих электричках можно заболеть. Я пью чай с мацой и батончиком на основе орехов, на основе злаков, шоколада, сахара, я думаю, глюкозы, фруктозы, мальтозы. Все то, что я люблю. Где? Замердавана. Давайте белое, полусладкое. Нет, мы исключительно сухое. Красное. Какая-то тарзан, цветок, например. Мы с видео снимаем. Кать, ты счастлива? Я счастлива. Мне надо говорить. Да! Громче музычку делать. Как громко? Сколько платится? Стоп! Мы готовим ужин! Ну, что мы делаем? Давайте я вам расскажу. Так как вам не хватает в моих видео «Дома-2», я вам расскажу, что я готовлю. Я беру лепешку, мультигрейн, помидоры беру, беру сыр, беру сыр, козий сыр. Все это туда смешиваю, потом беру еще икру. Заберите мне нож. Давай, скажу как. Да, конечно. Тихо. Ну, мам, что ты? Дайте. Ура! 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 Мип! Слава! Колени хранят! Колени хранят! Всем пока! Пока!